Всем здравствуйте! Сегодня будем готовить луковый хлеб. Рецепт безумно простой, а получается очень классный хлеб. Прежде чем замешивать тесто, нужно обжарить лук. Я нарежу его тонкими полукольцами и обжарю до готовности. Такого приятного коричневого карамельного цвета. Теперь замесим тесто. Здесь у меня уже нужное количество муки, я отмерила. Добавляю соль и сухие активные дрожжи. Обязательно читайте инструкцию. Мои дрожжи можно высыпать сразу в муку и опару делать не нужно. Слегка все перемешаю. И теперь нужно долить жидкость. Я буду добавлять просто обычную воду, теплую, кипяченую. Можно молоко, тоже тепленькое. Можно кефирчик подогреть. Можно молоко и воду пополам. Это вот что у вас есть в наличии. Если нет никаких кисломолочных продуктов, добавляйте просто воду. Тоже получается классный хлеб. Воду добавляю постепенно. Следите за тем, чтобы вода не была горячей, иначе дрожжи погибнут. И не торопитесь с замешиванием теста. Дрожжевое тесто любит, чтобы ему уделили внимание. Сначала тесто сильно прилипает к рукам, но чем дольше вы будете его вымешивать, тем более пластичным, эластичным оно будет становиться и рано или поздно перестанет прилипать к рукам. То есть минут 10-15 на замешивание потратить нужно конечно. Когда уже мука с жидкостью более-менее объединились, можно добавить лук. Я буду добавлять вот обжаренный и немножко зеленого. И продолжим вымешивание. Из обжаренного лука попадает немного жира в тесто, что облегчает нам вымешивание. Смотрите, какое классное тесто получается. Аромат просто супер. Собираем тесто в колобочек и нужно ставить на расстойку. Сверху посыпать чуть-чуть мукой. Также можно накрыть чистым полотенцем или затянуть пищевой флюнкой и ставим в тепло на час. Теперь подошедшее тесто нужно немного обмять. Поэтому посыпаю столешник мукой и вываливаю сюда наше тесто. Смотрите, какая смятина будет. И формируем наш хлебушек. Сверху хлеб чуть-чуть посыпаем мукой. Также, если хотите, можно сделать надрезы. Не слишком глубокие. Оставляем хлеб на столе еще минут на 20-30 и будем выпекать. После расстойки хлеб выглядит вот так, немного увеличился в объеме. Ставлю в духовку. Первые 15 минут выпекаю на температуре 240 градусов. Затем уменьшаю температуру на 180 и еще выпекаю минут 20-25. В общем и целом, такой хлеб обычно выпекается 30-40 минут. Плюс-минус. Смотрите по готовности. Допекайте до румяной корочки. Ну и проверяйте палочкой на готовность. Получается вот такой вот румяный классный хлеб. Сейчас я дам ему немного подостыть и затем попробуем. Обязательно разрежу, покажу вам какой он внутри. Хлеб получается мягким, с классной хрустящей корочкой и очень ароматным. Обязательно пробуйте, готовьте и пишите свои отзывы и комментарии. Большое спасибо вам за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.